Друзья, всем привет! Это Заметки на полях. Расскажу вам, как прошел сегодняшний день. Я нахожусь в Волгограде на военно-патриотической игре Зорница 2.0. Меня сюда пригласили провести прямую трансляцию. У меня, конечно, небольшой опыт работы именно в студии, потому что я больше полевой военкор, работаю на земле. Но все-таки опыт у меня такой был. Как-то раз меня вывели в прямой эфир Первого канала, именно в студию в Донецке. Мы делали такой телемост Донецк-Москва. Я была прям ведущей со сценарием, с ухом, с режиссером. И мы общались с гостями, записывали подводки. И все это было в онлайн-формате. Было, конечно, очень страшно. У меня дрожали коленки. Но с тех пор я сделала много выводов. И вот сегодня у меня тоже был опыт работы в студии. Сейчас я вам ее покажу. Она, конечно, сделана практически под меня. Я вам скажу по секрету. Здесь такая тоже она у нас полевая, передвижная. И у нас тут реально такие, я вам скажу, боевые условия. Потому что это сейчас стих ветер, а сегодня был просто какое-то ураганище. И вот этот весь песок, который находится здесь, который находится на поле, все это залетало нам в студию. Вот очень болят глаза от софитов. Уже вся кожа болит от макияжа. Но было очень круто, классно. Сейчас вам так покажу студию. У нас тут уже все собираются. Вот софиты. Здесь стояли операторы, камеры, флаги. Здесь были тоже выведена картинка. Посмотрите, какие классные декорации. Это вот наши режиссеры, операторы. Это мое было прекрасное место. А вон как раз ребята, победители. И Сергей Владиленович Кириенко тоже здесь. Здесь приехал посмотреть на игру, поздравить ребят. Расскажу вам немножко о самой игре. Знаете, наверное, что военно-патриотическая игра «Зарница» проходила во времена Советского Союза. И это сейчас, по сути, ее перерождение. Потому что, к сожалению, за все эти годы мы как-то молодежью-то особо не занимались. И вот сейчас начали наконец это все как-то потихоньку возрождать. И вот эти игры, это очень, конечно, крутая инициатива. Потому что масштаб поражает. Представляете, в этом году участников было во всех этапах 800 тысяч. А до финала дошли 600 человек. Вот сейчас мы находимся на самой базе. Это воинская часть, где проходит сама «Зарница». Ну вот уже завершился ее финальный этап. 600 человек дошли до финала. О, сейчас тут делегация идет администрации президента. Ребята, операторы уже разбираются. Вот, проходит эта «Зарница» воинской части. И объемы, масштабы – это 600 гектар. Это примерно как 450 футбольных поля. Посмотрите, Сергей Владиленович общается с курсантом. В общем, ребята здесь снимают, работают. Я тоже снимаю. Хочу вам показать ребят. В общем, в чем суть игры? Есть армия красных, есть армия белых. Армия белых – это «Ахтуба», армия красных – это «Волга». И, в общем, ребята выполняли различные задания. Основная цель, ну, по легенде, есть условный противник. Это центр психологических операций, ну, типа ЦПСО. Вот, и ребятам нужно выполнять различные задачи, чтобы выявить координаты этого центра и навести туда удар. Игра сегодня была очень вообще яркая. Посмотрите, есть ребята, которые, к сожалению, получили какие-то травмы. Ну, у них все, действительно, посмотрите, как было, как в реальной жизни. Экипировка, снаряга. Они выполняли штурмовые действия. В каждой группе, в каждом отряде есть и медик, и сапер, и штурмовик, и оператор БПЛА. И те, кто… О, господи, меня сейчас снесут. Не снесете? Вот, ребята, я думаю, очень устали, потому что игра продолжалась долго, в несколько этапов. И младшая группа, и старшая. Вот сегодня был финал этой игры. Я все это комментировала вот из этой студии. Честно, опыт был интересный, потому что одно дело там записать подводки, там пообщаться в студии с гостем, а другое именно комментировать игру в прямом эфире, когда ты видишь только вот картинку на экране, тебе надо говорить, что происходит, иногда ты не понимаешь, что происходит. Вот, но было круто, классно, и в итоге победила команда Ахтуба. Белые, там вот за центр принятия решения была большая битва, потому что сначала флаг устанавливали красный, потом белый. В общем, игра Зорниц превзошла все мои ожидания. Тут, кстати, еще есть мой друг, командир армии Александр Камышов, депутат Народного совета ДНР, вот, но что-то мы сейчас опять с ним потерялись. Мы за эти все три дня с ним до сих пор ни разу не свиделись, потому что я все время работала в студии все эти три дня. Он с ребятами проходил задание. Посмотрите на этих счастливых участников. Это как раз у нас победители, команда белых Ахтуба. Это круто, что ребята получают эти эмоции. И тут, ребят, на самом деле разворачивался реальный поединок, настоящая борьба. Тут работали танки Т-80, плавательные средства, грузовики. На плавательных средствах тоже по воде закатывались условные противники. Машут мне рукой. Условный противник, который тоже пытался сбить с толку ребят из красной и белой команды. Работали у них гранатометы, РПГ, АГС, автоматы. Ну, оружие все на... ну, типа лазер-так, но весит все по-настоящему. А кого еще не хватает? В общем, вообще все супер. В общем, мне кажется, игра Зорница прошла очень круто. Я надеюсь, что она будет только масштабироваться, потому что это действительно крутое перерождение советской игры. И мне очень приятно, что воспитание молодежи, наконец, как-то пошло в нужное русло. Потому что я не люблю вот этих громких слов, типа там, патриот и так далее. Мне кажется, самая главная задача – это вырастить из ребенка хорошего человека. А как раз вот такие игры военно-патриотические... Здесь нет, знаете, вот этого вот прямого там «ты патриот». Здесь ребенок учится взаимодействовать с другими. Понимать, что не только от себя зависит все. Что нужно приходить на помощь, помогать, быть добродушным, разделять чужую боль. Что нужно любить свою родину, свою землю. И мне кажется, вот как раз такие игры учат ребят быть хорошими людьми, бороться, развиваться. И тем более сейчас это все для них формат игры. Ты из какой команды? Я Сириловская область. Я военкор, кстати. Очень приятно. Вот у меня тут молодой военкор. Все, удачи тебе. А, какие классные. Привет, привет. Давай. Дай мне небольшой комментарий, только громко, потому что у меня одна петля. Как тебя зовут? Меня зовут Дина. Ты в команде «Белок» как раз сегодня кто победил? Да. Тебе сколько лет? 16. Ты откуда? Из города Камышно-Волгоградской области. Как ты вообще решила принимать участие в Зорнице? Почему так вышло? И что для тебя это значит? Ну, мы шли к этому 4 года. 4 года участвовали в различных соревнованиях военных нашей командой. Вот. И сейчас оказались здесь. Решили попробовать новое. И поэтому приехали сюда. Я сегодня наблюдала за вами из комментаторской будки своей. Но, по сути, была в центре вообще событий. У вас там происходило какое-то вообще лютое месиво. Бои, дымовые эти гранаты. Что ты там делала? Ты какую роль выполняешь вообще? Вообще я военкор. А, но все равно ты оказалась там тоже вместе с ребятами. Да. Мы бегали, забирали флаги, занимали точки, держали оборону. Ну, в принципе, было весело, тяжело, потому что спали очень мало. Спали всего лишь 2 часа. Ну, игра шла 24 часа. У вас совсем было мало времени, конечно. Да. Свободного его, по сути, не было. Да, не было вообще. Очень хотелось кушать. И сейчас очень хочется кушать. Но все вообще очень круто, очень понравилось. А что для тебя любовь к родине, патриотизм? Что это значит? И вот воспитывает ли игра Зорница вот эти вот качества и любовь к родине? Ну, безусловно, Зорница 2.0 воспитывает качества, такие как патриотизм, любовь к родине, потому что, ну, мы каждый день, во-первых, поем гимн, поднимаем флаг, это как минимум уже что-то значит. Во-вторых, ну, такие мероприятия, такие соревнования, они как бы сподвигают молодежь на будущее. Как бы мы думаем о будущем, мы думаем, что вот, что нам делать, если вдруг, допустим, даже нападут на нас тоже из ВОО. Ну, надеюсь, до этого не дойдет. Надеемся, да, но уже мы готовы. Нашу территорию, наверное, хотят всегда захватить. Ну, вот посмотрите, какие у нас есть девчонки, которые, если что, готовы взять в руки оружие, защитить. Но я надеюсь, что все-таки не придется. Кем, кстати, хочешь стать в будущем? Информационная безопасность, военная кафедра. Ну, вот видите, у нас вот все серьезно, поэтому любовь воспитывать к родине можно, нужно. Это была Зорница 2.0. Оставайтесь с нами. Это была ваша Марьяна Наумова. Всех люблю, целую, пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok